Привет, друзья! Моя первая тема на канале это было развитие. Я делал видео про то, как же стать лучшей версией себя. И сегодня я услышал нитё своего друга, который говорил, что ему не нравится его тело. Как же всё плохо, какие все хуёвые. Меня максимально бесила эта ситуация, я ему как уебал подзатыльника, чтобы он пошёл от турники и наконец-то убрал свой сальтисон. Поэтому, друзья, возможно у вас подобная ситуация была и возможно у вас подобные комплексы по своему телу. Сегодня я расскажу без какой-либо воды и какого-то пиздежа, как же сделать своё тело как у греческого бога. Запомни раз навсегда, тело это залог успеха. Когда у тебя красивое и хорошее потянутое тело, это твоя уверенность, это твой успех. Ты точно должен был заметить, что внешность это была всегда на первом месте. Никакие деньги не имели просто какого-то приоритета над своей внешностью. Множество есть пар, множество есть у людей, которые чувствуют себя уверенно, живут хорошо, потому что они буквально красивые и просто удались лицом. И возможно ты замечал, когда человек какой-то жирный, к нему всегда какое-то отвращение, даже возможно у тебя. Если ты думаешь, что деньги какой-то имеют приоритет над телом, запомни. Тело за деньги не купишь. Тело это конструктор, который ты строишь сам. И с помощью денег ты никак не сделаешь его лучше. Ты только сам можешь его построить. Ты можешь быть жирным, худым, дрыщом, обычным, или же накачанным, или же каким-то супер невъебенным человеком. Или же не иметь какое-то супер невъебенное потянутое тело, как у того же греческого бога. У тебя даже возможно может быть какое-то некрасивое лицо, но если у тебя красивое потянутое тело, запомни внимание девушек, ты точно получишь. Также запомни всё проще, чем кажется. Чем раньше ты начнёшь, тем будет лучше. Это обычный способ жизни у какого-то здорового человека. Заниматься спортом и делать своё тело лучше. Не надо делать какие-то сильные диеты, максимально голодать, и какие-то делать ебанутые тренировки, и нанимать тренеров за миллионы денег. Это всё не надо. Ты можешь просто бегать по утрам, по вечерам, заниматься на турниках, отжиманиях, пресс. Найди на ютюбе множество видео, которые помогут тебе заниматься спортом. Просто не забей на это хер, и сделай это своим хобби, которое войдёт в твои планы жизни. Если ты худой, много кушай. Жирный, кушай меньше. Обычный, живи и качайся. Месяц, два, три, четыре. Делай каждый месяц фотографии. То есть первое число любого месяца, ты делаешь какую-то одну фотографию. И если ты на протяжении полгода будешь делать такие фотографии, поверь, ты заметишь результат. И тогда у тебя появится лютая мотивация, которая подтолкнёт тебя ебашить дальше. Также оно из самых главных. Следи за днями между тренировками. Если ты просто огорчён своим телом, не надо ебашить день в день. Это только усугубит ситуацию, и ты будешь поход с какой-то на выдохшую собаку. Один день занимайся жёстко спортом, два дня отдыхай. Итак, продолжай далее. Телу нужно восстановиться. День ебашишь, два отдыхаешь. День ебашишь, два отдыхаешь. Это и есть залог твоего идеального тела. Ну и также самый главный пункт из этого всего видео. У тебя должна быть дисциплина, а не мотивация. Мотивацию ты просто можешь словить перед сном и готов получается ебашить во время ночи. Но на утро, конечно, у тебя мотивация пропадает, и ты живёшь обычной жизнью. Создай дисциплину. Ты должен себе внедрить мозгу, что ты должен заниматься этим. Что это твоё хобби, и это твоя цель, это план. Если ты пропускаешь какую-то тренировку, понеси какое-то наказание, откажись от каких-то развлечений. Запомни, у тебя должна быть дисциплина. Это главное в залоге успеха. И это относится не только к телу. Дисциплина в жизни помогает человеку стать лучше и добиваться высоких целей. Вы должны стремиться к тому, если вас похитят, в новостях должны написать пропал человек со спортивным телосложением. На это всё, друзья. Всем удачки и пока.